Хотелось бы несколько слов сказать об этой женщине. Да и женщина ли она, не знаю. Это существо со стальным голосом, стальным взглядом, продукт путинской эпохи. Зовут ее Ольга Скобеева, 33 года родилась в провинции в городе Волжский. На Западе ее успели прозвать «железная кукла Путина». Не Москвы, не Кремля, а именно кукла Путина. Почему кукла? Потому что говорит как заводная. Недавно я прочитал очерк одного немецкого журналиста, и в нем он пишет так. Описать эту женщину невозможно. Невозможно передать сталь в ее голосе, способность отпечатывать и выделять каждый слог. Точно так же, как это делает Владимир Путин, только в ее голосе в несколько раз больше злости, ненависти и ярости. Такое ощущение, что ее спустили с цепи для того, чтобы она набрасывалась на всех, кого встречает на своем пути. Ничего женского в этой женщине нет. У нее полное отсутствие женственных движений. Раньше она всегда ходила в кожаных куртках, всячески подчеркивая свою воинственность. В русском сегменте, насколько я знаю, их называют пара Скобеевых. Не пара Поповых, а именно пара Скобеевых, дав им общую фамилию от жены. Потому что вот это существо, которое находится справа, ее муж Евгений Попов, полностью находится под пятой своей властной жены. Это известный факт. Коллеги-журналисты отзываются о Скобеевой так. Она пройдет не только по головам для того, чтобы достичь вершин своей карьеры, она пройдет по трупам, если это будет нужно. И, собственно говоря, идет уже давно. Пропаганда убивает. То, что делает Ольга Скобеева, ничего общего с журналистикой не имеет. Она занимается разжиганием ненависти, она натаскивает людей друг на друга. Наслушавшись вот эту железную куклу, люди бросаются воевать с соседней страной, избивают оппозиционеров, пишут доносы. И очень многие злодеяния останутся на совести этой дамочке. В этом году Ольга Скобеева со своим мужем и сыном Захаром побывали на одном из австрийских горных курортов. Рисануться, конечно, хочется. И вот она выставила в Инстаграм фотографии своего замечательного отдыха в Гейропе, которую они с мужем в два голоса критикуют и порицают все, что связано с Европой. А вот сыночка повезли туда, к пингвиненку Бобо. Несмотря на то, что Ольга Скобеева не подписала место своего отдыха, очень многие, тем не менее, тут же узнали эти места и выступили с резкой критикой. Что же вы Европу ругаете, а сами отдыхать туда ездите, так не просто ездите, еще и перед народом хвалитесь. Кто-то написал, ребята, встретите этих уродов на австрийском курорте, плюньте им в рожу от всех нас, тех, кто туда не добрался. Люди, даже отчаянные патриоты, на самом деле не могут понять, как можно быть такими двуличными. Ну, посмотрите на это лицо. Разве есть здесь хоть капля совести? Разве может быть в таком стервозном взгляде и в таких глазах хоть какая-то правда, доброта или честность? Когда-то она сказала своим коллегам, что сделает все возможное для того, чтобы вырваться из провинции в Москву, и вот она этого добилась. Вырвалась не только в Санкт-Петербург, где она училась, но и затем в Москву, а также перекочевала на самые центральные каналы. Конечно же, вместе со своим мужем они зарабатывают в этот период очень много денег. Не знаю, видели ли вы этот сюжет, его показывали по каналу Россия, где Ольга Скобеева пытается поговорить с немецким журналистом Хайо Зеппельтом. Это тот самый Хайо, который написал разоплачающий материал о допинге и о подмене мочи во время сочинской олимпиады. Конечно, множество раз обхаянный в России, тем не менее, независимый и принципиальный немецкий журналист. Железная кукла Путина приходит к нему на разговор, и в этот момент абсолютно очевидна, в чем разница непрофессиональной кремлевской проститутки и профессионального журналиста. Через несколько минут после начала разговора он обрывает ее и пытается ей донести элементарные вещи, которые она даже не может понять. Он ей пытается сказать, что пресса во всех странах независима, что пресса не может говорить «Мои спортсмены, моя страна». Пресса, настоящий журналист, скорее должен оппозиционировать стране и режиму, если он хочет быть объективным. Но до Скобеевой это ни в коем случае не доходит. Поняв, что достучаться до ее пустой головы невозможно, Зеппельд говорит ей «Уйдите, я не хочу с вами разговаривать, потому что вы глупая». Скобеева не успокаивается, она продолжает настаивать, но в конце материала обвиняет журналиста в том, что он якобы ее преследует, хотя очевидно по картинке, что преследует именно она его, прицепившись к нему как банный лист. Вы называете Муткони министром спорта, вы называете его министром Путина, почему? Я назвал его министром спорта 5 или 10 раз, но вы должны понимать, что он под Путиным. Вот почему я и подчеркиваю, что он связан с Владимиром Путиным. Зеппель действительно не говорит прямо, он будто бы намекает. В фильме показано кладбище, где похоронен бывший руководитель Русады Камаев. Зеппель тут же предполагает, умереть своей смертью, пусть даже больное сердце, кажется невозможно. Вы действительно считаете, что в России человека могут убить из-за Олимпийских игр? Я не знаю, я могу вам сказать, что если вы получаете сообщения с угрозами для жизни, и вы журналист, то неважно по какому поводу вы получили эти угрозы. Зеппельду многое кажется, предъявлять доказательства он не считает необходимым. А вы не могли бы хоть раз показать нам эти материалы? Нет, у меня сейчас их с собой нет. Извините, меня немного удивляет то, что вы мне говорите. На интервью 5 минут без идиотских вопросов. Это цитата. Зеппель трезок, заметно вздернут, но кажется искренне верит, что вот-вот спасет мир от российского спорта. Вам никогда не платили за материалы в вашей карьере? Никогда. Никогда в жизни. Я не агент, я журналист. Просто призываю людей самим начинать проводить расследования о допинге в России. Надеюсь, это поможет им обнаружить что-то, что не понравится господину Мутко. С господином Мутко личные счеты. Зеппельд считает, что Мутко должен уйти в отставку и в наказание никаких Олимпийских игр. В детали Зеппельд вникать не хочет. Ольга, Ольга, давайте-ка еще раз. Секундочку, просто чтобы мы поняли. Это очень важно для нас. Вы должны это понять. Мы, возможно, не едем на Олимпийские игры. Вот именно. И не вы. Вы не имеете никакого отношения к спортсменам. Вы что, друг спортсменов? Я пытаюсь быть другом своей страны. Почему? Вы не должны быть другом своей страны. Почему нет? Потому что вы журналист. Вы должны быть независимой. Вы не понимаете свою задачу журналиста. Ваша страна не должна совершенно вас интересовать. Зеппельд приходит в ярость на этих кадрах. Хорошо видно, вырывает и вышвыривает за дверь микрофон. Сам берет в руки штатив и тоже выносит за дверь, при этом требуя по каким-то причинам удалить весь материал. Ольга, это не имеет никакого смысла. Вы не понимаете, что вам не нужно гордиться своей страной. Интервью окончено. Дальше начинаются откровенные оскорбления. Почему вы такой агрессивный? Потому что вы глупые. Мы глупые. Да, вы глупые. Вы российские журналисты, которые гордятся своей страной. Вы что, глупые? Вам не нужно гордиться. Вам нужно быть последовательными. Уходите. Я не обсуждаю глупые вопросы. Вы погрязли в коррупции. Вот в чем проблема. Вы можете показать нам запись? Просто, чтобы мы понимали. У меня их здесь нет. Вы что, глупые? Вслед за штативом за дверь выталкивают оператора, но съемка все-таки продолжается. Хорошо слышно. Главный герой, президент Путин, Зеппель, неожиданно вспоминает еще и про панамские документы, считая это своим итоговым аргументом. Так что получается? Вы хотите сделать историю о том, какой ужасный Путин. Скажите честно. Нет. Вы хотите рассказать, что Россия плохая? Плохая, плохая, плохая. Вы жертва всего мира. Ой, вы такие несчастные, так страдаете. Весь мир против нас. Ой, мы жертвы. Боже мой. Боже мой. Уходите сейчас. Пожалуйста. Я больше не могу слушать эту чушь. Немецкий журналист Зеппель обещает то вызвать полицию, то забрать отснятые материалы, то просто сломать нашу камеру. Я сейчас вызову полицию, если вы не уйдете. Если вы не понимаете роль журналиста, посмотрите на себя в зеркало, какую чушь вы несете. Вы гордитесь Россией, мои атлеты. Да это не ваши атлеты. Прямо сейчас вы видите, Хайо Зеппель продолжает нас преследовать. В его руках микрофон телеканала России. Он по каким-то причинам отказывается его нам вернуть. Вы видите, Хайо Зеппель продолжает преследовать нас. Он идет буквально по пятам на протяжении уже последних 30 минут в руках. Я повторяю его наш микрофон. Микрофон немецкий журналист вернуть отказался. Немецкий журналист предъявляет по-настоящему любопытные обвинения. Вот только что он позвонил в полицию, вот видите в его руках микрофон, для того, чтобы сообщить, что в действительности мы не журналисты, что мы самозванцы и вторгаемся в его личное пространство. Это при том, что именно Зеппель преследует нас, а не наоборот. Этот пример очень важный. Он показывает, что те, кого превозносят в России и считают чуть ли не небожителями телевизионных экранов, на самом деле за границей буквально ничтожество, пустое место. И так к ним относятся не только в Германии, но и во всех остальных странах, поверьте. Этих людей ни один профессионал не уважает и считает персональным оскорблением, что эти люди смеют называть себя журналистом. Все, что делает Ольга Скобеева, это изо всех сил, крапкается по карьерной лестнице. Хотелось бы пожелать, чтобы она забралась на самый верх. Для того, чтобы падать пришлось долго и удариться жестко. Да так, чтобы больше не оклемалась. Продолжение следует...